Всем привет! Я вернулся в ресторан Тайкон, чтобы посмотреть на обновление, которое вышло. А также еще для тех, кто не в курсе, я думаю, таких мало людей осталось, этот Тайкон стал бесплатен, и теперь любой желающий, абсолютно любой, может в него зайти и поиграть. Бесплатно! Хотя раньше нужно было заплатить 25 рубаксов. Что я вижу? Я вижу новую пристройку к Икея. И посмотрите, там новые вещички! И какие-то новые вещички, я так полагаю, что это для работников. Пойдемте же, зайдем внутрь. Посмотрим на это все дело поближе. В основной комнате Икея ничего не поменялось. Вроде бы ничего не добавили. Хотя, может быть, вот тут какие-то картинки. Я не помню, если честно, было это или не было. Вот такая вот корзина с фруктами. Что еще здесь есть? Вот такая вот штука. Ресторан месяца, по-моему, так. И, кстати, убрали кассира. Куда дели безумного кассира? Он был крутой! Безбашенный безумный кассир. Ах! А я говорю, что ничего не добавили. Посмотрите, какие столы теперь появились. Они просто взяли и вот эти вот два стола сделали чуть больше. Теперь у нас есть возможность вот такие вот столики поставить у себя в ресторане. Очень круто! Я думаю, что такие я поставлю. Так, что у нас здесь есть еще? Новая диджейская установка. Кастом статуя фиолетового цвета. Кастом статуя. Что у нас стоит? У нас 20 баксов. Интересно, кастом статуя, я думаю, что ее можно как-то наряжать. Ну, я так думаю. Я не собираюсь ее покупать. Как-то мне не хочется. Так, а вот у нас, смотрите, одежка для поваров. Одежка для поваров. Кстати, очень крутая. Тут и сушисты, и итальянцы, и кого только нету. Надо будет переодеть наших поваров. А это у нас одежка для наших официантов. Можно даже просто их одеть по уличному. Смотрите, вот такая вот футболка и шорты. С шлепками. Очень интересные вариации есть на самом-то деле. Ну, в принципе, пока что здесь все. То есть на первом этаже все. Поднимаемся на второй этаж. Итак, первое, что я вижу, первое, что я вижу, очень много всего появилось. Появились вот такие вот дугообразные телевизоры. Изогнутые вот такие вот телевизоры. Это сейчас модно. Появилась вот такая вот рыбка. Кстати, я знаю, что такие рыбки, если на них нажать, они как-то поют и как-то шевелятся. Ну, в реальной жизни. Тут это они не умеют делать. Есть серфинг. Я не серфингист. Вау, какая штука крутая. Слушайте, это, по-моему, для всяких панкейков и прочей лабуды. Тепаньяки тейбл. Вау, вот это название. В общем, ребята, я думаю, что это какая-то японская или китайская тема. Тепаньяки. Яки с курицей, все такое вот. По-моему, это из того разряда. О, притюрница. Ну, то есть барбекю. Наверное, здесь мы сможем всякие вкусности из мяса делать. Сколько она стоит? 200 долларов. Ох, дорога. Вау, вау, вау. Вы посмотрите. Здесь еще появились и компы. Компы. То есть это в основном для менеджера. Кликни сюда, чтобы использовать компьютер. Да. Чтобы его использовать, мне нужно его купить. Слушайте, ну круто. Тут всякие инфографики какие-то. Тут вообще белый экран. Надо бы купить, прикупить компьютер. Сколько стоит? 100 баксов. И тоже 100 баксов. Этот покрасить нельзя. А этот вот... Да. Любой расцветки. Так, что у нас здесь? Милкшейк у нас был. Это было, это было. И вот такая вот какая-то палатка, похожая на мороженку. Но это не мороженка, это soft drinks bar. Ага, все-таки это тоже еще один бар. Блин, ну почему они не сделают мороженку? Хотя, наверное, вот этот милкшейк здесь и есть мороженка. Там и продают ее. Хотя не, милкшейк это больше коктейль. О, здорово. Слушайте, мне кажется, что мы скоро из нашего ресторана сделаем какой-нибудь дом, где будет у нас камин. Камин, это здорово. Интересно, а в камине что-нибудь можно готовить? Я не думаю так. Тандыр, воу, национальная кухня. Тандыр, короче, там в нем и лепешки делают, и очень вкусные булки. Ну, в общем, тандыр это тоже вещь. Тандыр придумал, кто же, чья же это национальная тема-то такая. В общем, я залез сейчас в Википедию, чтобы меня потом не затроллили, так как было с борщом. В общем, тандыр это печь жаровня. Она используется у народов Азии, а также распространена в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, в северо-западном Китае, Монголии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Японии и еще во многих странах. И, в общем, это многонациональная, мультинациональная такая штука, тандыр. В общем, я как-то разок с ней кушал. Ну, не с ней, а то, что в ней готовят, я кушал. И это очень круто, ребят, я вам скажу на самом-то деле. Что еще добавили? Добавили библиотеку. Нафига библиотека в ресторане? Я вообще недоумеваю. Кто ходит туда читать? Все ходят туда есть. Зачем книжки? Аквариум стал продаваться, он стоит 70 баксов. Я его давно хотел купить. Очень давно. Я, наверное, сейчас это сделаю. Да, одну штуку куплю. Что у нас здесь есть еще из новенького? Из новенького какие-то чемоданчики? А, чемоданчики, это магнитофоны. Это бумбоксы. Они уже давно здесь стоят. Я хотел еще купить себе компьютер. Компьютер. Также я себе хочу купить вон ту китайскую штуку огромную. Так, компьютер. Давайте мы возьмем вот, наверное, вот это. Тут есть клавиатура и мышка. А здесь я вообще не знаю, может, сзади что-то есть? Нет. Здесь нет ни мышки, ни клавиатуры. Как ей пользоваться, фиг его знает. Ну и к тому же этот столик я могу перекрасить под свой любимый цвет. А мой любимый цвет, ну вот, вот, это обычно, конечно. Но это подходит по стилю моего ресторана. Ну и жаровню барбекю, точнее, купить. Или вот эту вот штуку. Да. Это, вот, вот эта вся штука огромная. Стоит 80 долларов. В то время, как барбекю всего лишь вот такая вот маленькая масяпучка стоит 200 баксов. Да это ж офигеть можно. Че ж так много-то? Ну ладно, если дорого, значит круто. Ну, ну я так думаю. Давайте возьмем ее. И че уж там. У меня 1500 еще есть. Давайте еще купим. И вот эту штуку. И че от меня понесло. О, кресло, кресло, кресло. Я кресло-то не видел давненько. Слушайте. Вот таких вот кресел. Вы посмотрите, они какие-то комбинированные. То есть их можно и по отдельности поставить, и вдвоем. Ну и, естественно, промеж... Щель. Промеж каждого кресла. Щель, чтобы гости проваливались между диванами. И да. Я не представляю, как они стоят. Потому что посередине, с каждого бока дивана, ну, с краю дивана, где вот кончается вот этот промежуток, нету ножек. То есть, как они стоят, это прям какая-то магия. Магия? Ёкарные бабы. Так. А, о, светильник! Как я светильник-то пропустил? Светильник крутой, но нафиг он сдался нам. Я хочу купить вот эту вот... Я не знаю, почему-то мне эта палатка напоминает мороженщика. Палатка мороженщика. Ну, мы ее возьмем. О, вроде бы все. Вроде бы все, что я хотел, я купил. Ага, ага, ага. Телеки мне нафиг не сдали. Серфинг мне тоже нафиг не сдался. Вроде бы все, ребята. Вроде бы все купили. Давайте возвращаться в наш ресторан. И попробуем сделать что-нибудь. Привнесем в наш ресторан новенького. Я надеюсь, что у нас это получится. Так вот, вот, закрываем. О, Шурик, привет, Шурик. Так, что у нас здесь есть? Собираем деньги, которые у нас здесь есть. Хоп, хоп. Что-то официанты здесь. Что тут? Они, видать, смотрят на деньги. Прям столпились такой кучей. А ну, разошлись. Что мы делаем? Так, одна послушала. Ушла. Так, собираем, 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 собираем. Все отлично. И знаете, что я подумал? То, что места-то у нас нифигашеньки нет в моем ресторане. Как бы мне тут поставить и барбекю, и... Как оно там называется-то? Это и китайская штука-то здоровая. Мне ее некуда воткнуть. Что делать-то? Что сделать? Хотя вот тут вот место есть. Смотрите, здесь место есть. И здесь место есть. В принципе, если все так компактненько расставить. И знаете, что я придумал? Я придумал следующее. Я немножечко сдвину нашу стойку, где стоят повара. Она будет чуть ближе к милкшейк. А также я сделаю, наверное, заднюю стойку. Вот из таких вот... Вот из таких вот балок. Ну, как не балки, не знаю. Дизайнерская такая балка. То есть я сделаю ограждение. И там у меня будет менеджмент комната. И где-нибудь здесь я размещу наш барбекю. Ага. В общем, погнали. Да, еще забыл один момент. Для этого нам необходимо закрыть наш ресторан. А что у нас, кстати, по меню? Я так думаю, что еще добавилось и меню. Да, вы посмотрите. China Food. У меня, несмотря на то, что повара были прокачаны до третьего уровня, у нас появилось еще дополнительные три позиции в кухне Китая. Вот такие вот штуки. Что у нас дальше еще есть? Где у нас японская кухня? Японская кухня. Тоже две позиции новеньких появились. А итальянскую я уже докачал. Итальянскую я все прокачал. Тут три позиции. Это мид-пицца, спагетти карбонара и калзон. Калзон? Калзон, бля. В общем, не знаю. Что это за штука? Выглядит как пирог. Ну, как закрытая пицца выглядит, в общем. Вот. И чтобы вот эти вот закрытые позиции нам открыть, давайте их откроем все-таки. Сделаем мы вот таким вот следующим образом. Смотрите. Несмотря на то, что у нас каждый повар прокачан до третьего уровня, мы теперь можем прокачать его еще выше. Но для этого нам необходимо потратить наши камушки, которых у меня всего 182. Ну, ничего страшного. Давайте. Все, мы их потратили. И теперь наша кухня. Допустим. Где у нас? Где у нас? Японская. Все меню у нас открыто. И к тому же, если мы посмотрим меню китайское, то вот эти три позиции, которые у меня самые нижние, здесь есть пикинг дак. Это очень дорогая позиция. 10 долларов. 10 долларов. Это прилично, я вам скажу. Это уже такая элитная кухня у нас пошла. А теперь нам необходимо вернуться. Вернуться. Так, Шурик у меня заделся в охраннике. Шурик у меня охраняет. Вы посмотрите, это мой прям личный охранник. А в какие мы сейчас докупаем вот такие вот штуки. Не помню, как они называются. Сейчас посмотрим. Перегородки, короче. Это обычные перегородки. Что их думать-то, как они называются? Так. Пускай черный. Блин, я забыл, какого цвета у меня там перегородки. Так, покупаем черные перегородки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, будет шести достаточно. И боковые также перегородки мне еще нужны. Ай-яй-яй. Так. Боковая одна. И вроде бы все. Давайте еще с излишком купим. Все. Пойдемте делать эту перегородку. Ресторан я закрыл. У меня должны были все посетители уйти. Угу. Все, ушли они. Замечательно. И мне теперь нужно... Мне теперь нужно отпустить наших поваров. И теперь нужно все это дело нам передвинуть немножечко вперед. Компьютер ставим вот сюда. Теперь нам нужно сделать перегородку. Если что, мы сюда еще компьютер дополнительный воткнем. Так, переворачиваем. И стеночка у нас пойдет вот отсюда. Вот так вот. Это, знаете, комната для менеджера будет. Мы ее, наверное, сейчас... Вход. Где мы сделаем вход? Вход мы, наверное, сделаем через кухню. Так. Да. Вход мы сделаем через кухню. Через кухню. То есть он у нас будет вот здесь. Вот это вот одно мы убираем. И как раз она нам подходит вот сюда. А, нет. Еще одной не хватило. Теперь нам необходимо вернуть нашу стойку для наших шеф-поваров. И чтобы нам не ошибиться в размерах, давайте мы сперва поставим плиты. Оставим здесь небольшое окошечко, чтобы можно было сюда заходить. То есть мы сделаем... Хм... Я даже не знаю, как нам это сделать-то. Все-таки нужно удлинить. Ребят, все-таки нужно удлинить. Смотрите, что я хочу. Сейчас мы это все дело удлиним. То есть сперва мы едем в Икею. Докупаем последнюю перегородку, которой нам не хватает. Вот эту вот. Вот эту вот докупаем. Ага, отлично. Возвращаемся домой. Точнее, в ресторан. Так, у нас уже тут два охранника. Отлично. Супер-делюкс и шурик. Ха, вы посмотрите. Ребята просто не пускают в мой ресторан других левых чуваков, других игроков. Прикольненько. Это очень интересно. Ребята, наверное, которые хотят посмотреть мой ресторан, очень сюда хотят влезть. Но у них не получается. И тем самым у них больше возрастает любопытство. А мы достраиваем нашу перегородку. Вот такая вот перегородка мне нужна была. Теперь начинаем делать нашу стойку. Возвращаем мусорные баки. Расставляем наших шеф-поваров. Начинаем работу. Кстати, шефы поменялись. У них теперь появились вот такие вот интересные, прикольные шапки поваров. Ну, вроде бы все готово. Все расставлено. Все есть. Открываем наш ресторанчик. И первым делом, что я хочу проверить, это комнату менеджера. Так, почему я бегу через плиту шеф-повара? Давайте вот тут мы сделали вход. Через него забегаем. Здесь у нас комната менеджера. Здесь спокойненько мы можем все посмотреть. Давайте кликнем. Здесь у нас вообще ничего пока что нету. И написано, что появится это дело скоро. В общем, ждем. Ждем. Я думаю, что как-то можно будет через компьютеры всем этим рестораном управлять. Ну, по крайней мере, какие-нибудь фишечки новенькие появятся. Теперь бежим, покупаем еще один компьютер, который там с инфографикой был. Прикольненький такой. И, кстати, ребята, я сейчас только заметил, что я купил только одну вот такую вот штуку. Тейпинг тейбл я купил. А оказывается, здесь есть еще и тейпинг гриль. И тейпинг стол. И они стоят уже гораздо больше, чем обычный стол. Ну, что ж, ладно, докупаем. Докупаем все это дело. И также докупаем еще вот этот красивый компьютер. Вроде бы все у нас есть. И, может быть, диванчик к нам докупить в комнату менеджера. Вот какой-нибудь, я не знаю. Давайте один купим. А, блин, цвет, 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 цвет. Я же могу цвет покрасить. Давайте у них будет в комнате менеджера черный вот такой вот. Черный диван, хотел сказать. Но мы купили всего одно кресло. Мы купили всего одно кресло. Посмотрим, куда-нибудь его там воткнем. Итак, здесь у нас не так много места для менеджеров. И куда бы здесь воткнуть кресло? Да, вот сюда самое место для стола. Смотрите, здесь они могут принимать пищу. Но тогда не станется места для компьютера. Я хочу сюда разместить компьютер прям в угол. Вот так вот. И в угол куда-нибудь еще кресло. Блин. Придется мне немного компьютера перенести. Потому что, ну, критически мало места. Так, давайте мы их уберем. Так, вот этот компьютер мы поставим вот у окошка. Этот вот тут вот. А кресло мы поставим вот здесь сбоку. Блин, все-таки надо еще одно черное докупить. Или какое у меня там было, белое? Либо белое. Вот так вот. Вот как-то в кривкость, смотрите, вот так вот поставить. А пускай у меня будет такое кресло. Забавно смотрится. Да. Пускай будет. Черно-белое в кривкость. Пойдет. И посмотрим, что у нас здесь доступно на этом компьютере. Могу ли я? Да, смотрите. Здесь что-то у нас есть. Это рецензии, я так полагаю, от наших посетителей, которые оставили отзыв. И мы можем их почитать, в принципе. Кстати, на этом же компьютере у нас те же самые отзывы. И я так полагаю, похоже, что один из компьютеров я потом в будущем уберу, потому что вся информация на них дублируется. Мне это не нужно, мне нужно освободить здесь место будет, но пока пускай так стоит. Итак, с компьютером мы разобрались. Мы нашли, куда его разместить. Комната для менеджеров у нас сделана. И, наверное, на этом пока что все. Давайте передохнем. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал. Ну, а я с вами не прощаюсь. Увидимся в новой серии Ресторан Тайкон. До скорого.